Поселок Солочи у рязанцев одно из самых любимых мест отдыха. Сосновые бары, прямой выход к речке, в общем почти курорт. Для частного сектора так уж точно. Вот только с питьевой водой здесь мучились уже давно. Все дело в составе. Она отстаивалась с железом, присутствии железа. Видимо, мы же старые водопроводные трубы. Они же с какого года рождения, сколько, наверное, мне лет, только этим трубам, если не больше. И железо присутствует в наличии. В район Мещерская улица, там у них вода нормальная, без железа. Ну, с каким-то вот таким налетом беленьким. Возможно, что дело еще в так называемом горизонте. И в свое время скважину пробили слишком глубоко. Вода оказалась с большим количеством железа. Но в этот раз все будет по-другому. Три новых водных артерии при поддержке муниципального водоканала буровики заведут чуть выше, на Подольском горизонте. Там по изысканиям запасы намного чище. Две скважины, первая и вторая рабочие резервные, будет расположена станция водоподготовки. Будет расположен дизель-генератор, который работает в автоматическом режиме в случае отключения электроснабжения. То есть второй вод. Будет расположена КНС. Будет, соответственно, подъездная дорога. Вот эта серенькая. И, соответственно, вот сети водопроводные. Улица Дунай. На месте бурения скважин стартовали подготовительные работы. По расчистке территории. Для этого, правда, придется срубить несколько десятков сосен. Они уже помечены специальными насечками. Впрочем, взамен власти и подрядчик обещают все компенсировать. Высадка саженцев. Объем работ впереди существенный. Будет построены наружные сети водоснабжения и водоотведения, которые в том числе обеспечат водоснабжением не только улицу Дунай, но и большую часть поселка Солоча. Качественной артезианской водой, которая будет полностью соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Срок работ по контракту – полгода. Подрядчик готов работать круглосуточно, и уже этой осенью вода в Солочи станет другой. Чистой, прозрачной, без всяких там налетов, какой и должна быть во всех населенных пунктах. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».